здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на канале день тв программа заправка мозга сегодня у нас в гостях доктор биологических наук профессор заведующий лаборатории развития нервной системы института морфологии человека российской академии медицинских наук сергей вячеслав савельев здравствуйте 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 уважаемый слушать кстати рельсу словить а вы в лаборатории до сих пор руководить да я руковожу в браторе хотя особого желания как вы понимаете руководить лаборатории при скажем так мягко при слабом финансирование и техническим обеспечении крайне сложно и очень волокитно просто я хотел этот момент подчеркнуть даже не для критиков потому что критики это те люди которые обладают определенным уровнем компетенции для того чтобы вести научную дискуссию а скорее даже вот для хейтеров есть такое современное слово которое которые не понимая вообще ничего в проблематике которые обсуждают сергей вячеславич позволяют себе делать заявление о научности или не научности его высказывания вот для них я хочу подчеркнуть что сергей вячеславович до сих пор профессионально занимается научной работой и ведет исследование и кстати есть не секрет на чем сейчас работает но у нас в лаборатории достаточно много разных направлений деятельности одно из них мы может быть сегодня обсудим мы продолжаем исследование экспериментов на орбитальных непилотируемых и пилотируемых космических аппаратах одно направление очень большое там много чего сделано я как-нибудь расскажу есть огромное направление связанное с эмбриональным развитием головного мозга и нейроэндокринных частей значит системы человека это очень важно потому что вообще все морфогенетические события то есть те события которые потом скажутся на поведении человека повседневных его заботах и интересе там организации мозга они закладываются очень рано вот на очень раннем периоде развития и там очень много патологии осложнений и вот достаточно большой раздел исследований посвящен механизмом эмбрионального развития возникновение человеческих патологий головного мозга то есть механизма морфогенеза это отдельная тема тоже очень большая потому что кто будет управлять морфогенезом мозга тот сможет на самом деле управлять очень многим и здесь дело не в генетике которая программирует примерно 10-15 процентов морфогенеза а в намного более сложных межклеточных взаимодействий которые эти генетические механизмы запускают то есть немножко все не так именно поэтому наши успехи в анализе причин различных патологий так ничтожны именно поэтому там моногенетические патологии мы еще можем как-то надеяться вылечить пересаживая соответствующие гены а вот системные нет потому что к этому даже нет подхода это второе направление третье большое направление связанное с морфогенезом и старением головного мозга то в том числе с циркодианными суточными инфрадиальными ритмами это эпителемические производные которые определяют в том числе и различные формы патологии поведения такие как альцгеймер шизофрении здесь много чего тоже сделано есть еще одно большое направление лаборатории которое занимается механизмами развития компенсации углеводных нарушений то есть сахарный диабет но сахарный диабет это очень узкое медицинское название тут проблем намного шире и механизмы намного сложнее вот механизмы эмбрионального развития и поиска источников компенсации внутри организма человека развития сахарного диабета и понимания их механизмов вот это тоже огромный раздел а столько часть естественно исследований потому что дело намного сложнее есть много прорывных поисковых работ которые делаются допустим небольшими группами одним-двумя человек который собственно разрабатывать совершенно новые направления которых я даже не могу сейчас говорить прошлый раз мы говорили о том чтобы наши зрители активно задавали вопросы в комментариях хотелось бы чтобы получился все-таки не только монолог сергей вячеславович а диалог и диалог наверное не со мной а с нашей уважаемой интернет аудитории вопросы были заданы мы их проанализировали и вот некоторые из них мы хотели бы спросить вот то что допустим понравилось очень мне такой простой короткий но достаточно глубокий вопрос профессор обещал ответить нам о том как в человеке работает ощущение гармонии в музыке живописи литературе это что вот эндорфин чеки у нас те же самые ли есть какие-то более высокие материя которых пишет философы ну дело в том что наш мозг ничего про философию не знает к сожалению то есть философы да я очень рад что они могут себя занять такими незатейливыми способами философ как известно славится тем что философы всегда умный потом аду они никак ничего не то есть предсказание 0 объяснение стопроцентное то есть но поскольку объяснение зависит от массы других причин я думаю что на этом не стоит останавливаться но если говорить о том как мозг воспринимает гармонию то нужно сказать тут очень много привнесенного то есть у нас нет чувства врожденного чувства гармонии как у нас нет никакого врожденного чувства справедливости исключительно социальные конечно вот ну например очень священнослужители самых разных конфессий любит порассуждать о том что вот смотрите видите человек делится пищей проявляет сочувствие гуманизм да вроде бы его никто этому не учил а вот у него такое есть это откуда вот смотрите животный мир там же какое зверство сплошное а здесь человек это человеческое качество кто ему дал господь бог видите вот это значит врожденное свойство божественное доказывает религиозный значит фундамент нашей жизни все это конечно полная хинея потому что на самом деле это чистый результат человеческой эволюции это подвожу к ответу на вопрос потому что у нас лобные области которые позволяют об этом много раз писала говорил позволяют лобной области не с ней думать а делиться с пищей с неродственными особями это же исключительное качество человека почему нет или это распространено во первых все животные делятся между собой особенно с неродственными с неродственными стайные просто у них это не так выражено у нас просто этому посвящена огромная часть мозга которые там в 10 тире 25 раз больше чем у даже ближайших приматов но у них это тоже есть то есть нельзя говорить что мы взяли из кондачка у нас появился танки пожественного проведения нет конечно всему этому есть четкие предшественники даже в мозге низших обезьян я говорю что это исключительное свойство человек нельзя и но самое главное то что это свойство мозга которая не просто врожденная но никого не врожденная врожденная концентрация нейронов количество этих областях а свойства да то есть это материалка на которой заполнить это мат база которую надо заполнить и инстинктивными социальными с инстинктами которые человек воспринимает в процессе жизни это еще раз об этом говорили что вот дети маугли которые реально прожили 5-7 лет вне родителей в джунглях ну как в индии там девочек выбрасывают обычно ну чтобы раньше до разработки эффективных абортов просто выкидывали в джунгли все в нас есть что их там сожрут дикие животные иногда не выживали поэтому там только сока их много находили и тогда и не возврату не подлежат мне тоже самое приходилось читать о социальных маугли да но это нужно годы потому что когда вот как у нас недавно по телевидению прошло там полгода но это ерунда конечно для чего для формирования человеческого мозга это маловато будет а вот если бы там 45 лет вот то тогда там да и они возврату не подлежат то есть это говорит о том что никакой врожденных врожденного желания делиться пищи с неродственными особями проявлять сочувствие нет это все появляется социальных взаимодействий то что я пишу и описываю как социальные инстинкты которые выбить уже невозможно с возрастом это создает впечатление что это некое врожденное свойство нет это благоприобретенный весь опыт человечества показывает что именно так на каком-то этапе это остановка это отставание становится необратимым да если там четыре пять или семь лет это продолжается то возвратить человека уже в социальное общество нельзя и никакого божественного проведения в лобных областях не возникнет поэтому то же самое с чувством прекрасного то есть люди просто не понимают что ребенок когда бегает вокруг стола когда родители там водку пьют колбасу и взят он в этот момент накапливает те самые социальные инстинкты с помощью которых он проживет свою жизнь он еще ничего не понимает он их просто фиксирует поэтому нужно людей детей воспитывать именно поэтому коммунисты первое что сделали понимая как каким кошмаром носят не брать самую верхнюю верхний слой общества дореволюционной россии ну то есть интеллигенцию то что инженеры образованные люди дворянство там по большей части конечно там среди них тоже хватало дураков а так сказать люди малограмотные эксплуатируемые что если они придут во власть это будет катастрофа ну в общем это произошла катастрофа на самом деле но они попытались хотя бы это исправить поэтому они тут же вырвали детей из семей и что их запустили куда в ясли детские сады они пытались избавить их от запечатлений детьми тех социальных инстинктов дикость и отсталости которые было в россии ну или даже макаренко и эксперимент каренка там с этим бесконечным выведением за амбар неперевоспитуемых вы знаете ну как то нужно здесь не надо идеализировать его педагогические способности а вот то что это было сделано по всей стране гигантская система отрыва детей в период формирования важнейших социальных инстинктов из семей с архаичным укладом то есть там религиозный уклад был ну конечно там не очень соблюдали но три четверти верила то есть ничего не сделаешь в церковь ходили по-тихому не нравилось там многие там попытам вечно так сказать вытворили черт знает что это в общем понятно там ели мясо там в посты и прочего всем хорошо это было известно и вызывало отвращение не очень относились к церкви но очень хорошо к религии и в результате возникало религиозное мировоззрение внутри семьи что сделали кого-то выдергивают их куда в ясли где социалистическое воспитание тоже потом в детские сады то же самое школа жесточайшая идеологизация всего воспитания образования результат они за три поколения сделали советского человека то есть как только ты вырываешь то есть и вот чувство прекрасно возвращаясь к ответ на этот вопрос чувство гармонии она возникает вот в этот период для того чтобы человек воспринимал чувство прекрасного его нужно поместить до в такую среду где бы это было востребовано пример японцы у них очень высокое развлечение у детей дети обыкновенные мозги осмотрел японские китайские ничего там никаких чудес нет но у них есть принцип они социальные инстинкты по развлечению цветов почему японские фломастеры еще там 20 лет наши соотечественники получив руки там японский фломастер яркий это много оттенков и зачем нашему ребенку кажется красный синий желтый зеленый там дальше фонаря не носить не сильно отличается зачем четыре оттенка фиолетового с какой-то пьяной радости нас ребенок не понимаю что с ними делать почему у нас детских садах карандаши такие маленькие наборы 8 карандашей вроде хорошие карандаши искусства у меня матушка всю жизнь детям детском саду в том числе изобразительное искусство преподавал маленькие а потому что нас нету практики приучения детей к развлечению большого количества цветов а у японцев есть это входит тогда в их социальные инстинкты которые они вырабатывают и мы смотрим на японцев и видим что они живут совершенно другой колористической гамме обратить внимание то есть это уже результат такого социального инжиниринга это социальный инжиниринг чистом виде вот тоже самое и поэтому гаем смотрите японцы как тонко они передают цвета мы восхищаемся этим это действительно так почему потому что у них социальный инжиниринг по запоминанию вот этих вот социальных инстинктов так налажен что они детей воспитывают к моменту зрелости то есть они забивают им в мозги вот эти набор развлечения цветов они даже оперируют тем о чем наши даже не имеют названий там у нас детей например когда пытается там папаша художник чему-то учить он чуть-чуть что делать в первую очередь я могу про себя это сказать что делают пытаясь обучить название цветов там ультрамарин кобальт и прочее то есть для ребенка для ребенка далекого от этого дела это пустой пустой звук а если тебя приучают с детства этому ты начинаешь различать да там вот светлая охра там темная и так дальше то есть у нас даже нет названия этого но мы можем признать что японцев это получилось у японцев получилось что они разработали целую систему то есть систему обозначения цветов и педагогического воспитания то есть закрепление социальных вот и есть это есть прекрасное то есть чувство прекрасное оно уважаемые слушатели и зрители просто так не дается то есть человек первый раз поймав на улице человека где-нибудь в глубинке в сибирской вот представим все поймали его помыли побрили значит надушили одели в тройку и запустили на оперу в большой театр но что там будет ну он придет конечно в удивление крайне но восприятие это не будет он будет поражен новой средой но для того чтобы понять что там делают эти мужики и тетки которые надрываются значит причем довольно красиво это делают нужно иметь опыт то есть долгий процесс воспитания может быть даже не одно поколение ну насчет поколения поколение зачем нужны чтобы социальный инстинкт другому поколению начинать передавать то есть это вне геномное наследование социальные все то же самое с балетом но прыгают голые мужики и девки бог знает ком виден и прилично даже как говорил фурсу вот это не прилично значит ну к этому нужно привыкнуть этот человек должен понять и разобраться иначе он детали не поймет для лет как для наши вот эти меломаны которые в этих в дебильниках ходят какой там меломан ты когда-нибудь слышал насчет прекрасного реальный живой звук того же клавесина вот я недавно был на концерте одного из молодых музыкантов который феноменально еще учится играет но вот это просто совершенно другая жизнь это другой мир и никакие вот эти дебильники никакой там сверх качественные ламповые многоканальные не передадут то есть сымитировать могут да конечно но вот это вот никогда не то же самое как я занимаюсь первой фотографии чувство прекрасного приводка прямо к ответ на вопрос я занимаюсь художественной фотографии пленочной то есть снимаю я снимаю цифру по работе мне приходится много там снимать хорошими цифровыми системами лучшими которые сейчас есть а так а снимаю значит аналоговые что-то мне очень часто критикуют зачем это все нужно значит у когда есть такая цифровая лабуда там в айфоне вот и можно все идет так конечно ребята мне очень трудно спорить с такими людьми но это опять-то как разговор в пивной понимаете почему потому что а никто из них никогда в жизни вот например такого формата или даже вот такого формата аналоговый снимка отпечатка не видел как могу спорить с убогими людьми которые ничего слаще морковки не ели и обсуждать с ними детали изготовления тирамису в разных ресторанах бесполезно вкус амаров надо обсуждать так системе кто их пробовал до их пробовал и разбирается чем например я в стоянке лечить амаров там смысла нос в южной африке там но вот все таки каким образом получаем это удовольствие от прекрасного что касается социализации мы уже поняли а вот физиологические механизмы здесь физиологический механизм очень простой вот представьте себе что вас крутит плохую песню но при этом например папа певицы который не произносит шесть букв я надеюсь на таки понимают но заплатил не считая миллиона долларов за диск там еще парочку бросил на то чтобы он длит не деньги бросил на то чтобы это раскрутить у вас из каждого утюга значит она спивает музыка это назвать довольно сложно потому что это в основном продукции работы бедных студентов которые фонограмму физически в экране компьютер растягивают месяцами джейдж не произносит тем не менее это величайшая нас поп-звезда очередная и так они все время появляются кстати значит вот представьте себе какое тут прекрасное но это чисто и вот студенческая работа студенты надомники чего тут хорошего как добиваемся но чувство прекрасно возникает почему потому что нас мозг устроен о чем я говорил многократно по самому подлому принципу то есть подлее уже нельзя мы тщательно скрываем по никуда не денемся наш мозг экономит все время на собственной работе но я говорил что в два с половиной раза расходы энергии при любой задумчивости повышаются поэтому мозгу проще нашему запомнить более узнать нет нет и узнать узнавание поддерживается то есть не надо анализировать вновь услышанное но представьте что у нас не было бы памяти и каждый раз это певичка который безголосы мы каждый раз бы вынуждены были анализировать очень большой расход энергии а здесь узнавание и если ты долго а любое узнавание мозг тут же поддерживает с внутренними наркотиками потому что это экономно экономно это чувство прекрасно это внутренние наркотики связанные с узнаванием там приходит девушка первый раз там в какой-нибудь музей там метрополитен например и в заходят в зал и видит говорит боже мой но это же это же рубинс я его знаю я его видят я эндорфины каннабиоиды опиоидные вот и чувство прекрасного сразу то есть не по внутреннее подкрепление узнавания то есть на самом деле чувство прекрасного рождается из нескольких вещей то есть из личного опыта накопленных социальных инстинктов и подлую подлой деятельности мозга который экономит на распознавание узнавания он то вид золотое сечение тут же так немножко каннабиоидов раз внутренних эндоген а он говорит это так это золотое сечение все говорят ободобряем тут и эндорфин и доминант получается что деградация культурная она реально опасна как для общества такая для отдельной личности потому что она снижает вот этот стандарт да и вот этот процесс узнавания он именно поэтому пиар-компании для артистов важнее чем их само песнопение они сами там в основном бездарщина жуткая а уж тексты которые там нот задорно в царство ему небесное он издевался над ним десятки лет это бред но если вы будете повторять многократно многократно потом прекращается пиар-компания проплаченная через некоторое время ты узнаешь да ну так это же вот этот узнавание тут же поддерживает эндорфин то есть чисто разводка через внутренние наркотики построены на привыкание запоминание все но вот тут как раз задали вопрос в развитии нашей темы вот какой из ядов более всех приятен мозгу ну я так понимаю речь идет о ядах не в химическом смысле да у нас самый главный яд это праздность самый лучший я это то что приятнее всего да это праздность но и следующий яд это репродуктивное падение концентрации гормонов все речь размножения то есть вы знаете что если обезьяну или человека поместить в такие условия что он не будет ничего делать будет только заниматься чревоугодием и значит всякими телесными удовольствиями то больше то ему ничего и не надо как известно девятый халиф из рода аббасидов построил для каждого органа чувств себе паз по дворцу но с целью долго прожить и в совершенстве ну и все он бы он построил что дворец для занятия физикой дворец для создания математика и дворец для создания философии но в те времена и дворец за создание упаси бог он построил по дворцу для каждого из своих похотливых желаний и естественно умер там 70 небольшим но мы можем говорить о том если вот эти условно-социальные яды будут воздействовать на несколько поколений то рано или поздно мы придем к тому что люди деградируют но за стояли задачи любого государства деградирую чтобы население деградировала то есть у государства очень сложная у любого очень сложные задачи с одной стороны им надо квалифицированные люди для того чтобы конкурировать с другим таким же государством а с другой стороны население остальное должно быть и желательно идиот и поэтому вот эта индустрия дешевых развлечений ну конечно выгодно она очень любой власти любой стране конечно она управ для управления людьми это выгодно потому что нужно с одной стороны держать большое огромное население как субстрат из которого надо будет во первых производительные силы как по-старому говорили а кроме того из этого субстрата в рамках так сказать церебрального сортинга можно выдергивать или сами по вылезут там талантливых одаренных инженеров которые будут клепать оружие там все остальное дело то что нужно для государства но для этого нужно минимизировать расходы на содержание масса людей ну что их всех балет балетным тонкостям обучать ну паси бог они так в нос воротят от телевизора 5 там эти голые прыгают ну вот и слава проще гораздо проще им выпустить вот этих вот которые шесть букв не уговаривают тем более не сами еще за себя и заплатят как ролики но вот чисто гипотетически мы можем рассматривать такие фантастические сценарии как в некоторых произведениях что в конце концов вот эти биохимические удовольствия будут не таким сложным путем там через создание каких-то образцов популярного искусства прямо вот так напрямую скушал таблеточку получил удовольствие лег на циновке уснул как бы вот и идеальный гражданин теоретически возможно такой но в америке это уже происходит уже сейчас ну конечно а там же открыли не так давно у них магазины соответствующие когда населением трудно справиться приходится допускать каннабиоиды к открытой продаже а до этого там посмотрите что делается вот обратная сторона их педагогических процессов там ребенок шумно пробежал по школе ему тут седативные средства такие которые у нас люди людям серьезными психическими отклонениями дают чтобы он тихенький был но это это во первых уже есть в очень широких масштабах и если бы не было необходимости для осознанной деятельности то это бы развивалось бы еще интенсивнее но сейчас благодаря вот развитие компьютерных технологий потребность людях падает и обратить внимание по мере того как падает потребность просто в населении в его труде повышается концентрация разных приемов которые это население изводит мусорная пища который долго питаться нельзя вон знаменитый фильм там когда человек за месяц довел себя до массы болезни вынужден был отказаться фастфуд употреблять препараты сомнительные шоу широкое развитие различных антидепрессантов и прочего остального то есть чем больше будет компьютеризация этой системы тем естественно меньше будет заинтересовано содержание людей очень долго дорого содержать людей медицинское обслуживание еда бесконечные проблемы поэтому собственно гость перед населенностью так начинают бороться но как вы считаете это чья-то злая воля или все-таки это не стихийный стихийный биологический процесс конечно стихийный я не сидят никакие люди там в черных колпаках там не делают эти планы по уничтожению человечества лучше бы они сидели потому что может быть это было как-то более разумно потому что я-то как раз за мировой заговор а получается что никакого заговора нет а есть сплошной идиотизм в результате которого просто гибнет масса людей с уникальными конструкциями мозга которые могут принести человечеству больше чем в любое сокращение численности населения нужно немедленно воспользоваться той базы которая у нас есть на следующий день система работает против них да изменчивость и то есть они сами как бы думают что они сделают как лучше на самом деле они являются сами эволюционной частью эволюционного процесса понимаете они сами создают эволюционный процесс который их же уничтожит то есть эволюции без различной персонализации и мы должны задача человечества если мы высоком гуманном и гармоничным мы должны взять в руки механизма эволюции то есть мы должны перехватить эту инициативу эволюционную иначе мы не понимая того что происходит сами себя уничтожим никакие не атомные бомбы все значительно проще но мы я надеюсь в следующий раз с вами об этом обязательно беседуем да сейчас я хочу вас поблагодарить спасибо спасибо дорогие зрители задавайте вопросы и мы еще раз неоднократно встретимся с сергей вячеславичем и обсудим множество других тем спасибо спасибо